Сейчас, к сожалению, он уже для многих людей стал нерукопожатной персоной, потому что он запятнал себя. Сойти, к сожалению, был тем первым спортсменом, которого использовали для достижения каких-то политических целей. Вот, допустим, возьмите Мухаммада Али. Да, он был хорошим боксером, но не самым великим, понимаете? Таких же боксеров, как он, полно. Но, и даже если вам завтра что-то покажут, покажут, каким Тумсо был плохим человеком, или даже если вы узнаете, что я сейчас очень плохой, это никак не изменит положение вот этих вот беззаконников. Человек, который был любимцем нашим, да, любимцем народа, мы все очень следили за его деятельностью спортивной, я думаю, все его любили за эту деятельность, за спортивную. Но, к сожалению, в какой-то момент он стал инструментом в руках вот этих вот преступников этой политической системы, вошел в нее, стал депутатом, стал хвалить этого Ахмад Силы. В общем, это человек, который не нуждался в этом, ему не нужна была эта политическая карьера. Без всего этого он мог просто вот по своей спортивной линии идти, он был бы уважаем и любим в нашем народе, если бы он не испачкал себя вот этими вот политическими вещами. Сейчас, к сожалению, он уже для многих людей, он стал нерукопожатной персоной, потому что он запятнал себя, очень сильно запятнал. И Сайтии, к сожалению, был тем первым человеком, спортсменом, которого использовали для достижения каких-то политических целей. Он, Курбанов, и вот с них уже брали примеры все остальные, все те спортсмены, которые сегодня выступают в этих клубах Ахмад и так далее. Все они, их предшественниками были вот как раз Сайтии, Курбанов и другие. Хотя они могли и без этого, я еще раз подчеркиваю, они и без этого жили бы нормально в шоколаде, потому как у них и так была огромная поддержка народа, любовь народа, им всячески им бы помогли, если бы у них были бы какие-то сложности. То есть проблем в существовании у них бы не было, никаких проблем. Почему-то они вот себя запятнали. Это тот момент, когда вот опять-таки отсылка идет к Мухаммаду Али. Понимаете, человек, спортсмен, в том числе, он становится великим, он становится легендой не за счет того, что он хорошо борется, боксирует, там футбол играет или так далее. Он становится легендой за счет того, что он вот в такой момент, судьбоносный, когда нужно сделать очень тяжелый выбор, он делает выбор не в пользу конъюнктуры какой-то политической, он делает тяжелый для себя выбор, он выбирает то, что будет для него сложнее. Но за счет этого он становится легендой, Аллах возвеличивает этого человека, понимаете. Вот, допустим, возьмите Мухаммада Али, он же был величайшим спортсменом, да, он был хорошим боксером, но не самым великим, понимаете. Таких же боксеров, как он, полно. Есть даже непобежденные, как, например, Май Уэзер, ни один бой не проиграл. Но он никогда не станет, Май Уэзер, таким же великим, как Мухаммад Али. Почему? Потому что Мухаммада Али великим сделал Аллах тогда, когда Мухаммад Али принял для себя тяжелое решение, когда его пытались отправить во Вьетнам, там, воевать, и он пошел против политической воли, против политической системы американской. И за счет этого в итоге Аллах возвеличил его. А Сайтиев, да, он очень хороший борец, да, он там неоднократный чемпион олимпийский мира и так далее. Но таких, как БОСР Сайтиев, они и есть, и будут еще. Будут те, кто будут лучше него бороться. Не это. Вот если бы БОСР Сайтиев остался бы, не пристраивался бы к этой системе российской грязной власти, тогда он остался для нас любимцем. Мы бы почитали, любили его. Но сейчас он, к сожалению, стал для нас нелегкопожатной персоной. Ну что, твоя любимая цитата явилась истинно изгинул ложь, и истинно ложь обречена на погибель. Ты все эти годы давал советы нам, своей аудитории, заявляя нам, что ты сам придерживаешься тех или иных принципов. Сегодня твои слова про Суфиев обрели для меня реальный смысл, а ты предпочел Суфиев наркоманов, алкоголиков и прелюбодеев, так как они тебе по образу жизни близки. Ты нам, своей аудитории, врал непринужденно о элементарных вещах, сколько лжи раскроется в дальнейшем. Они хитрили, и Аллах хитрил, а ведь Аллах наилучший из хитрецов. Да Аллаха истинный ях гайтан да алси созвинахо, говорит Вольт. Как удивительно, не к месту можно применять слова Всевышнего Аллаха. Хорошо, что эти слова на самом деле, они против вас самих. Вы на самом-то деле не показали ничего, вы не показали ничего того, что как ты говоришь Аллаху оси и созвор. Как это перевести? Типа Аллах опозорил, да? Говорит, что Аллах типа опозорил. Вы сначала опозорьте, понимаете, а потом говорите, такие громкие заявления делаете. Аллах, он, это во власти Аллаха, кого он хочет опозорить, того он позорит, кого он хочет возвеличить, того он возвеличивает. И пока что вы опозорили только самих себя. Показав вот это все, что вы там показали, вы опозорили только самих себя. Вы не показали вообще ничего того, за что мне стоит стыдиться. И самое главное, что вот опять-таки, возвращаясь к теме с мозгом, если бы он имел у вас возможность думать, вы бы поняли, что даже если бы вы показали действительно что-то меня очень сильно порочащее, очень сильно прям вот, что вы меня бы опозорили, даже в этом случае вы бы не добились никакого успеха, потому что, ну, покажете вы людям, что Тумсо плохой, опозорите вы Тумсо. Это что, отменит все эти преступления, которые вы совершали? Все эти убийства, все эти внесудебные казни, похищения, пытки, фабрикации уголовных дел, огромные сроки по сфабрикованным уголовным делам, вот эти вот изгнания людей из республики, сжигания их домов, коллективная ответственность. Вот это вот все-все-все, что вы творите на протяжении всех этих лет, это вот то, что вы опозорите Тумсо, это как-то опровергнет все эти преступления? Вы сразу станете белыми и пушистыми? Вспомните про мозг, включите его, люди не идиоты, от того, что Тумсо плохой, от этого вы не становитесь хорошими. Вы вместо того, чтобы пытаться Тумсо опозорить, показать его людям с плохой стороны, вы лучше бы себя показали бы, вы лучше бы исправились бы сами. Показали бы, ну исправили бы свои какие-то ошибки, наконец-таки признали бы, что вы, да, действительно, вы терроризируете людей, покаялись бы перед людьми, извинились бы, как вы заставляете людей извиняться перед собой. И начали бы исправлять эти ошибки, возвращать домой тех, кого вы изгнали, отстраивать им дома, которые вы сожгли, вызволять из тюрьмы тех, кого вы по сфабрикованным уголовным делам туда посадили, выплачивать огромные компенсации тем людям, которых вы запытали. Извиняться перед теми, чьих сыновей, сестер, братьев, отцов вы убили, извиняться, просить их о прощении, выплачивать им компенсации, делать все то, чтобы они вас простили. Если бы вот так вот вы себя вели, тогда бы, да, тогда вы могли бы исправить свое положение. Но от того, что вы обольете Тумсо грязью, хотя пока у вас это не получилось делать, но даже если получится, вы от этого свое положение не исправите. Если кто-то вообще есть, если есть люди, которые думают, что Тумсо святой сегодня, или что Тумсо был когда-то святым, имейте в виду, Тумсо не святой ни сегодня, и не был им никогда. И там, в прошлом, в моей жизни, лет 15 назад, есть те события, есть те действия, мои деяния, которые остались между мной и Всевышним Аллахом, и за которые мне стыдно. Есть такие вещи, как в жизни каждого человека. Аллах скрыл их от вас, от других людей, чтобы не показать. Я, понимаете, я хороший для многих из вас не потому, что я действительно такой, а лишь потому, что Аллах эти мои плохие поступки от вас скрыл. Лишь поэтому у вас хорошее мнение обо мне. На самом деле, мне известно, насколько я хорош, понимаете. Я знаю все свои прегрешения перед Всевышним Аллахом. Поэтому не думайте, что я святой. И даже если вам завтра что-то покажут, покажут, каким Тумсо был плохим человеком, или даже если вы узнаете, что я сейчас очень плохой, что я совершаю какие-то мерзкие грехи, это никак не изменит положение вот этих вот беззаконников. Поэтому, ну не думайте, я предостерегаю вас от того, чтобы вы вешали на меня лик святости. Я, лишь мне и Всевышнему Аллаху известно о моих грехах. И в отличие от Кадырова, я просто ими не козыряю. Я нигде их не выставляю. Я скрыл их от вас. И с удовольствием скрыл бы их от самого себя, к сожалению, не получится. Лишь мне и Всевышнему Аллаху известно о том, что кроется в моей душе. Кстати говоря, на этих фотографиях, из той истории, что они там выдумали, они пытались показать, что я типа, я там курю, там якобы лежит сигаретная пачка. Если бы я курил, я бы не стеснялся вас об этом заявить. Я не курю с 2004 года. Перед Рамаданом 2004 года я бросил курить, и после этого я никогда больше в своей жизни не сделал ни одной затяжки. Поэтому я не курил там. И я, разумеется, не употреблял там никаких, никакого спиртного. Это все ложь. Это все уже дополнительный тюнинг истории. Показать какие-то фотографии и дальше сопроводить их, как и вот какой-то истории. Вы бы, раз уж вы начали там монтировать и фотошопить, вам нужно было там передо мной поставить бутылку водки, сказать, что я якобы там пил водку, юрюнку там наполовину наполненную, поставили бы передо мной. Тогда, может быть, это имело бы какой-то эффект. Помню, ты в одном своем интервью сказал, что мы, возможно, не взлюбили бы тебя, если бы знали получше. Это правда, я и сейчас это повторяю. То, что хорошее мнение о человеке складывается не от того, что человек сам по себе хороший, а от того, что просто Аллах скрыл от нас и его плохие качества, негативную сторону. Субтитры создавал DimaTorzok